МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во-первых, хотелось бы, чтобы коррупции не было, и чтобы безработица в Кыргызстане. Из-за этого мы здесь, за границей. А так хотелось бы в Кыргызстане жить вместе с родными, там же работать, чтобы и зарплата нормальная была. Должны, в первую очередь, думать о нашем народе. И работать справедливо. Главное – справедливость. Не только о себе думать, думать о народе. То, что мы здесь мигранты, мы очень хотим вернуться в Кыргызстан. Уже надоело, честное слово. В целях упорядочения процесса голосования граждан списки на шести избирательных участках в Москве равномерно распределены в алфавитном порядке. Весь избирательный процесс проходит под зорким оком наблюдателей от каждой партии. В этом году они проявляют свою активность как никогда. Только в Москве за ходом плебисцита следят 47 наблюдателей. Ну, особо грубых нарушений не было, насколько я заметил. Было несколько недочетов, потому что избиратель, он просто не знал, за какую партию и за какого кандидата голосовать. Вот. Ну, особо таких грубых нарушений не было. Может, ошиблись, может, это два раза говорится. Это незаконно, да? Не считайся влитым. Поэтому вот это мы заметили. Впервые после того, как 16 лет прошел, впервые так смешанная система проходит у нас. Поэтому люди очень путаются. Они не могут найти списки своих кандидатов, спрашивают, звонят прямо вот в кабине. Они открывают свой телефон, звонят, ищут. И остается впечатление, что они фоткают их, понимаете. И каждый раз мы подходим, объясняем. И это очень огорчает нас, то, что они в полной мере не понимают систему. Новые формы голосования позволяют оперативно и быстро отслеживать как текущие голоса избирателей, так и оперативно сделать общий итог выборов уже сегодня до конца дня. Это очень важно в нашем цифровом мире и актуально. Члены УИКов строго следят за соблюдением санитарной дистанции. У избирателей измеряют температуру тела, выдают им маски и перчатки. К сожалению, встречаются люди, которые заранее не прошли полную процедуру на право голоса за границей. Поэтому или не стали на конский счет, или не имеют биометрические данные. Находятся такие люди, которые не могут себя найти в списках, к сожалению, а также многие люди не знают своих кандидатов, не ознакомлены с их списком, с партией и не могут найти своего кандидата и обращаются много таких людей. Помимо сотрудников наших посольств конских учреждений, к нам прибыл десант из Бишкека, и они нам помогают. Плюс тоже большая благодарность представителям нашей диаспоры, которые обеспечили нас волонтерами. Они показывают, где у нас это происходит, в каких участках, по каким буквам искать. Они помогают как при формировании очереди, так и по вопросу безопасности. Выборы депутатов Джорку Кенеша проходят в 16 российских городах, отмечу в Самаре, Краснодаре, Хабаровске и Казани. Избирательные участки открыты впервые. Мербек Молдакунов, Асхар Уланулу, Алату 24, город Москва.